Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ с последними событиями к этому часу. В студии Махач Курбанов и небольшой анонс, что будет сегодня. Новые соцобъекты в День знаний. В каких населенных пунктах Дагестана дети пошли в типовые школы и сады? Расскажем через минуту. Встречи и лекции. В республике стартовал второй федеральный просветительский марафон «Новое знание». Наши коллеги расскажут подробнее. Два победных поединка в американской лиге за плечами. Боец Усман Нурмагомедов выступит на турнире «Беллатор» в октябре. Подробности в рубрике «Спорт». Старт дал накануне президент России Владимир Путин. В режиме видеоконференции дал старт работе дополнительного школьного корпуса в селе Индирей. В открытии учебного корпуса участвовал также глава региона Сергей Меликов. Одновременно были открыты также детские дошкольные учреждения в микрорайоне Акгель, Махачкалы, в селе Кульзеп Кизилюртовского района, в селе Ленинаул Казбековского района и в селе Араблинское Дербенского района. О том, где еще дети пошли в новые школы и сады, в следующем репортаже. В селе Кульзеп Кизилюртовского района в открытии ясли сада «Умка» принял участие первый заместитель председателя правительства Батыр Имеев. Новый сад рассчитан на 60 малышей от 3 месяцев до 7 лет. Здание построено на месте старого детсада, которое разрушилось от землетрясения в 70-м году. Здесь есть все условия для занятий музыкой, рисованием, комнатологопеда и медпункт. К слову, в Кульзепе почти 200 детишек дошкольного возраста и до сегодняшнего дня на всех был всего один детсад. Хочу поздравить всех жителей Кульзепа и района с таким знаменательным событием. Поздравить детишек, их родителей, которые ждали на протяжении года, чтобы детский сад уже по всем современным требованиям был достроен. В Хасавюрте также распахнул свои двери новый детский сад «Соколенок» на 120 мест. В церемонии открытия дошкольного учреждения приняли участие высокопоставленные гости и жители микрорайона. Для гостей организовали торжественную церемонию разрезания ленты и экскурсию по садику. Очень большую работу проводит на сегодняшний день правительство Республики Дагестан. Потому что вы знаете, у нас есть национальные проекты. И национальные проекты как раз это демография и входит в эти социальные объекты. Эти объекты у нас успешно строят и злают, хотя немножко сопознаем, но все равно злают. Знаете вы, что у нас есть последние два года пандемия, но несмотря на это, строительство идет, жизнь продолжается. В то же время Ченкурбинскую СОЖ Буйнакского района посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Батал Баталов. Руководитель Минсельхозпрода отметил важность системы среднего образования в деле подготовки кадров для экономики Республики. Министр вручил ученикам наборы с канцелярскими принадлежностями и осмотрел кабинеты образовательного учреждения. В Ченкурбинской школе обучается около 350 детей. В текущем году в первый класс пошли 46 ребят. Действительно великий праздник. Сегодня и мои внуки, внучка пошла в школу. У меня 11 внуков пока. Школа является фундаментом общества, фундаментом образования. В школе, если дети получают хорошее образование, они и дальше среди физических возрастов, в высших учебных заведениях получают образование. Сегодня, как никогда, мы чувствуем острую нехватку политизированных кадров. Конечно, это отражается на нашей работе, на решении экономических и так далее вопросов. Поэтому очень важно, чтобы сначала фундамент всего закладывался вот здесь. До 2023 года в Дагестане планируют построить 190 школ и детсадов. Такое количество образовательных учреждений не строилось даже в самые передовые годы советской власти. По мнению педагогов, современные объекты образования значительно улучшат условия обучения, поспособствуют получению хороших оценок, а в будущем положительно скажутся на показателях по ЕГЭ. Ларьяна Шимхалаева, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ. Маграмкенский район посетил министр строительства Республики Дагестан Артур Сулейманов. В День знаний он посетил новый детский сад «Жемчужина» в селе Маграмкент. Дошкольное учреждение на 60 мест построено в рамках нацпроекта образования. Двухэтажное здание разработано в соответствии с современными требованиями. Делегация осмотрела сопутствующие помещения, кабинеты и пообщалась с работниками учреждения. Министр строительства поздравил персонал детского садика с началом работы в современном здании. Далее делегация выехала в населенный пункт Капир-Казмоляр, где осмотрели старую школу и площадку для строительства детского сада. Заявку на строительство администрация района уже подала. Накануне День знаний отпраздновали и в Дербенте. 25 образовательных учреждений приняли более 18 тысяч детей. Учащихся поздравило руководство администрации Дербента, депутаты и работники управления образования. В первый день в школах прошли открытые уроки по темам безопасности и развития современной науки. Перед детьми выступили преподаватели вузов, представители мэрии и МЧС. Как сообщалось ранее, каждый первоклассник получил в подарок от администрации города набор школьных принадлежностей. Переполняют гордостью, радостью за свою родную школу. Я выпускник 11-й школы. Считаю, что сегодня созданы идеальные условия для наших учеников. Проведен капитальный ремонт этой школы. Нашим первоклассникам, во-первых, я их поздравляю и хочется пожелать. Им остается только учиться. Комфортные условия для педагогов наших созданы. Чтобы их целеустремленность, их энтузиазм проявлялся только в учебе. В Дагестане стартовал второй федеральный просветительский марафон «Новое знание». Его суть – профессионалы своего дела проводят встречи со школьниками и делятся своим опытом. Участие в проекте решили принять действующие депутаты и кандидаты от «Единой России». Одной из таких лекций, которую провел известный бизнесмен, кандидат в депутаты Народного собрания Республики Дайдбек Сайпов, послушала и моя коллега. Ей слово. Диалог на равных. Сегодняшний лектор решил провести встречу со школьниками в форме открытого диалога. Как достичь успеха в своем деле, из чего стоит начинать бизнес и как найти себя. Дайдбек Сайпов ответил на интересующие вопросы учеников 13-й столичной гимназии. «Молодость, она не для того, чтобы сидеть на телефоне, а отдыхать в храм, она для того, чтобы вы формировали свою личность. У вас сейчас в БКД остался последний этап в школе, это 8-й, 9-й, 10-й, 11-й класс, это старшая школа, поэтому вы сейчас должны чуть-чуть напрягаться, собраться. И уже в старшие классы быть подготовленными, идти туда, потому что как вы закончите школу, как вы из школы выйдете в жизнь, будет зависеть вся дальнейшая ваша жизнь». Чтобы достичь успеха в любой сфере, по словам Дайдбека Сайпова, в первую очередь необходимы знания, а фундаментальные знания можно получить именно в стенах школьных. Поэтому на встрече грамотами отметили хорошистов и отличников. «Для меня это было первый раз, поэтому мне самому было очень интересно послушать наше будущее молодое поколение. Эти люди, которые когда-то завтра, послезавтра придут в наши ряды, пополнят наши ряды бизнесменов, учителей, врачей, и развитые, очень такие смышленые, активные. Это очень меня порадовало, что у нас вот такие поколения растут. Поэтому если дети из таких встреч будут для себя что-то полезное брать, я думаю, уже это будет результат хорошего». Примеры успешных бизнесменов – лучшая мотивация. Так считают организаторы марафона и привлекают самых опытных профессионалов из разных сфер. Так, и Дайдбек Сайпов имеет большой опыт в сфере предпринимательства, является директором крупнейшего дилера «Визаж Косметикс». И судя по многочисленным вопросам и активности школьников, встреча ребят вдохновила. «Встреча мне очень понравилась, все было понятно, прекрасно. Я узнал ответы на те вопросы, которые задал, и получил за себя максимум пользы от этого мероприятия». «А что именно? Про что вы говорили? О чем?» «Ну, я задала ему вопросы насчет бизнеса, получилось ли у него все, были ли какие-то, так сказать, междоусобицы между другими компаниями, и как ему удалось все же достичь своей мечты. Главное, чтобы работа тебе нравилась, а дальше уже и дело пойдет в гору». «Ну, вот самое главное, что я для себя узнала, у человека длинная, насыщенная жизнь. Начиная с самого детства, ребенок может захотеть одно, потом меняет свою цель, он растет, в конечном итоге он приходит к какой-то определенной цели, которая будет доставлять ему и жизнеобеспечение, и удовольствие, естественно». «Марафон «Новое знание» призван мотивировать молодежь страны на созидательную деятельность, саморазвитие и реализацию своих талантов. Он будет и 3-3 дня. За это время в Дагестане в нем примут участие десятки спикеров. В роли лекторов выступят известные ученые, министры и предприниматели. По тематам Ханапова, Салмон Гитихмаев, Новости ННТ, Махачкала. В республике началась углубленная диспансеризация. Она предназначена для граждан, переболевших коронавирусом. Как отмечают специалисты, вирус бьет в самые слабые места организма, поэтому последствия могут быть разные у каждого пациента. Медицинские работники проведут лечение постковидного синдрома. Диспансеризация поможет укрепить здоровье, вылечить развившиеся осложнения. Получить услугу пациент сможет в поликлинике по месту жительства. Соответственно, я обращаюсь к населению не пренебрегать такой возможностью. Даже тех, кто не переносил ковид, пройти всеобщую диспансеризацию для того, чтобы выявить группы риска определенных заболеваний у себя и, соответственно, направить все профилактические мероприятия на то, чтобы это заболевание не развилось или не дало дальнейшего прогрессирования. МЧС Дагестана предупреждает об усилении ветра в республике. В прибрежных районах региона скорость ветра поднимется до 20 метров в секунду. Соответствующее штормовое предупреждение распространило Главное управление МЧС России по республике Дагестан. Ведомстве рекомендуют плотно закрыть окна и двери, подготовить автономный запас воды и пищи, убрать с балконов и лоджии предметы, которые могут упасть вниз. На улице рекомендуется держаться подальше от линии электропередач, деревьев и рекламных щитов. Боец Усман Нурмагомедов выступит на турнире «Беллатор», который состоится 23 октября в Москве. Соперником двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова станет финский боец Патрик Пиетило. Для дагестанца этот поединок в американской лиге станет третьим по счету. В двух предыдущих боях он одержал победы. Нурмагомедов-младший не знает поражений в ММА. На его счету 13 побед. У его соперника 11 побед и 8 поражений. Напомню, ранее «Беллатор» объявил о поединке другого дагестанца Рустама Хабилова, который встретится с Андреем Корешковым. Хэквандист Данил Сидоров стал бронзовым призером паралимпийских игр в Токио. В поединке за третье место в весовой категории до 61 килограмм дагестанец победил спортсмена из Франции. При этом отмечу, что Сидоров мог рассчитывать и на медали более высокого достоинства, если бы не дисквалификация в полуфинале. После двух убедительных боев в рамках утренней программы в поединке против представителя Египта спортсмен при счете 26-8 в свою пользу допустил запрещенный удар по лицу своего оппонента. Завоеванная бронза стала первой медалью в истории для российского Тхэквондо на Паралимпийских играх. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Оставайтесь с нашим телеканалом, смотрите наши новости. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова